Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания AdneroMarkets и я рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому поговорим о том, что необходимо ожидать трейдерам-инвесторам на этой неделе, ну и в целом судим то, как открываются рынки. Но прежде мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ну а появившийся вопрос оставляйте, конечно, в комментариях. Важно отметить то, что неделя завершилась, ну я имею в виду прошлая неделя завершилась, в несколько негативной зоне и сегодня данный настрой также продолжается. Но в целом мы видим коррекцию на фондовом рынке, укрепление американского доллара, что пока как раз говорит о сохранении вот таких коррекционных настроений, да, ну в плане того, что мы коррекцию можем на рынке увидеть. Соответственно, сегодня в США выходной, день Мартина Людера Кинга, поэтому акции торговаться не будут, фьючерсы торгуются, но тем не менее низкая волатильность пока в любом случае по американскому рынку будут наблюдаться. В целом, давайте посмотрим, какие новости мы можем ожидать на этой неделе, для того, чтобы быть в курсе всех событий и посмотрим, как всегда, экономический календарь, который есть в Метод Трейдер 5. Понедельник будет менее активный день, затем вторник, это индекс экономических настроений, будет опубликован по Германии в среду выступление председателя Банка Англии Бейли и четверг уже будет решение ЕЦБ по процентной ставке. То есть, здесь вот, пожалуй, самое значимое событие на этой неделе, это решение по процентной ставке, но опять же, скорее всего, здесь мы каких-то либо изменений пока не увидим. Ну и также пройдет пресс-конференция Европейского Центрального Банка. Ну и пятница, закроется неделя данными по розничным продажам, да, как в Великобритании, Канаде, Австралии, ну и, собственно, продажи на вторичном рынке жилья выйдут также по США. Ну и плюс, также важно отметить то, что сезон отчетов также стартовал, сейчас компания отчитывается за четвертый квартал 2020 года. И здесь тоже важно понимать, что если компания покажет себя лучше, да, чем ожидали, лучше, чем прогнозировали, то, опять же, дополнительного вектора движения именно для фондового рынка здесь мы можем получить. Ну а теперь, если брать по уже непосредственно инструментам, давайте пробежимся, как всегда, начнем мы с евро-доллара, для того, чтобы посмотреть, что сейчас на текущий момент происходит. У нас сохраняется коррекция, да, я напомню, что я для себя также рассматриваю возможность присоединения по тренду, то есть, ищу возможность купить евро, пару евро-доллар. Например, была первая попытка, здесь мы обновили локальный минимум, то есть, здесь уже еще одна волна снижения пошла, поэтому сейчас жду также остановку для того, чтобы заходить на продолжение роста. В принципе, в область 1.20 мы можем еще вполне прийти, то есть, это коррекция порядка 50 пунктов от текущих уровней. Если там мы остановимся, то я также для себя буду рассматривать возможность входа на продолжение роста. Пока здесь нет признаков остановки вот этого нисходящего движения, которое мы видим по евро, как только это произойдет, я буду также искать возможности евро покупать. По британской валюте тоже здесь мы увидели коррекцию, собственно, коррекция началась в пятницу и продолжается и сегодня в понедельник. Соответственно, здесь с точки зрения уровня для входа, я также для себя рассматриваю вход по тренду, вход по данному восходящему движению, соответственно, с текущих уровней, конечно, не самое оптимальное пока входить, но и в любом случае пока нет сигнала на возобновление роста. Собственно, упасть можем в область 1.3450, можем даже до 1.3400 ровно сходить. Другими словами, чем ниже мы упадем, тем, в принципе, нам будет это интересно с точки зрения открытия позиций. Поэтому также по британской валюте жду, жду остановки и также буду рассматривать возможность входа на продолжение тренда. Пара американский доллар, канадский доллар также сейчас корректируются от минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Здесь неплохими уровнями для входа на продолжение нисходящего тренда это область 1.2960. Можем, конечно, и раньше завершить данное восходящее движение, которое началось опять же в пятницу. Но будет опять же зависеть от того, где мы сможем остановиться. Я для себя жду коррекцию, то есть сейчас коррекция уже началась. Теперь буду ждать ее на завершение, дальше принимать уже дальнейшее решение по входе в сделку. По паре американский доллар, японская. Здесь позицию я для себя продолжаю держать. Опять же здесь пошел сценарий отработки как раз завершения восходящей коррекции, которая у нас была с начала января. Мы перешли в фазу нисходящего движения. Сейчас опять же этот сигнал также пока остается. Позицию продолжаю держать. Стоп-лосс уже перенес на максимум, который был сформирован в четвергом. После обновления минимальных значений, которые были соответственно 13 и 14 числа, я перенесу стоп-лосс уже за максимум, который был сформирован в пятницу. Буду перемещать стоп-лосс по направлению данного движения. Пока он у меня остается на максимум 14 января, поэтому продолжаю держать данную пару. Австралийцы также продолжают корректироваться. Уже неплохие уровни для того, чтобы искать покупки. И та же самая картина с новозеландцем. То есть здесь даже еще чуть лучше мы скорректировали. Но опять же здесь важно понимать, нужно дождаться вот этой остановки, когда мы вновь начнем двигаться на укрепление, так как тренд у нас сохранится восходящий. И тогда я буду также уже для себя в позиции заходить. Золото. Золото продолжает корректироваться. Мы видели еще одно обновление локальных меню. То есть здесь я для себя в начале января рассматриваю возможности покупки. Затем уже сценарий поменялся. Здесь отложенный орден на покупку я убрал. Ну и собственно сейчас мы уже увидели новое обновление локальных меню. В целом золото все еще выглядит неплохо для того, чтобы попробовать его купить. Это тоже важно. Но пока нет локальной остановки. То есть пока мы видим, что нисходящее движение у нас продолжается. В тот момент, когда это произойдет, когда золото начнет вновь двигаться, обновить локальный максимум, начнет двигаться уже на укрепление. То здесь я для себя золото тоже рассматриваю. Пока сигналов входа на покупку здесь нет. Но выглядит довольно-таки тоже интересно, чтобы держать в голове, по крайней мере, в течение этой недели. Индекс DAX продолжает корректироваться. Опять же неплохие уровни сейчас для поиска покупок. Мы скорректировались в область поддержки. И если будут опять же неплохие сигналы для того, чтобы присоединиться к индексу DAX, то для себя я тоже такую возможность рассмотрю. Но скорее всего этот сигнал может появиться завтра, послезавтра. То есть не сегодня точно. По S&P. Также у нас здесь продолжается нисходящее движение. Также мы скорректируемся в область поддержки. Опять же неплохие уровни для того, чтобы купить. То есть минимальная цель коррекции, которая здесь была, она сейчас реализовалась в данном область поддержки. Поэтому теперь все будет зависеть от того, когда S&P 500 вновь начнет свое восходящее движение. Пока с точки зрения часового таймфрейма сохраняется тренд нисходящий. Мы пока все еще снижаемся. Мы снижаемся только вторую сессию подряд. Собственно началось это движение в пятницу. И пока оно продолжается. Но сегодня я еще раз напомню, что в США выходной. Фьючерсы на S&P 500 торгуются, а рынок акций будет закрыт. Поэтому здесь важно понимать, что сегодняшний день вряд ли будет показатель. То есть в любом случае нужно будет дождаться завтра. И тогда уже принимать какие-либо решения. И вряд ли сегодня произойдет как раз данная смена направления. Поэтому здесь я для себя этот момент жду. И также S&P 500 рассмотрю как возможность входа на продолжение тренда. Тем более тренд сохраняется восходящий. И предпосылки пока для продолжения роста также у нас сохраняются. Нефть марки Brent также корректируется. У нас началась коррекция на прошлой неделе. После как раз обновления локалит максимума, который мы видели 13 января. И собственно сейчас пока коррекционно нисходящее движение сохраняется. Ну нефть выросла очень быстро. Собственно с ноября рост состава с уровня 36 мы дошли до 56. Конечно здесь коррекция может произойти в области 52-53. Это вполне нормально. Но пока общая тренда здесь тоже сохраняется в восходящем. Это тоже здесь важно понимать. На самом деле неделя, опять же с точки зрения макроэкономических событий не самая насыщенная. Но рынки сейчас ждут все-таки другого. И наверное первым таким рубежом будет инаугурация Байдена. Посмотрим как рынок на это среагирует. Всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Ну а ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.